Видите, какие кирпичи падают? Не дай бог, вот кому-то вынаградо вот это упало. Услышала грохот и поняла, дождались. Ирина зашла в квартиру за 10 минут до обрушения. Говорит, с трудом открыла входную дверь. Весь потолок оказался на полу. Уже не один месяц ждали того, что он рухнет. Проблема назревала давно, это все вот накапливалось, накапливалось. Сначала шли небольшие трещины, потом стал потолок провисать. Потом вот в итоге, значит, уже стали большие трещины. Начала сначала штукатурка обваливаться. Около года назад ураган сорвал с дома крышу. Дожди сделали свое дело. Потолок сильно размыло. Тогда, вспоминают жители, управляющая компания ремонт делать не стала. Собрали деньги с жильцов и восстановили кровлю на собственные средства. В этот раз помощи тоже не было. Неделю назад обращались в управляющую компанию. Они подошли, посмотрели, потыкали там палочкой. Ничего делать не стали с этим потолком. Сегодня буквально с утра у меня мать звонила тоже с 8-8 квартир. Позвонила, сказала, вот прям уже висит, готов рухнуть. Вот через два часа все дело произошло. Сами виноваты парируют в управляющей компании. Говорят, нужно было раньше думать о том, что крыша в плохом состоянии. Крыша относится к капитальному ремонту. Для того, чтобы собрать деньги на капитальный ремонт, необходимо провести собрание собственников жилья. В любом случае это все делается за счет средств собственников жилья, за счет тех денежных средств, которые они собирают на статью капитальный ремонт. Статью капитальный ремонт два года назад они сказали, нам капитальный дом ремонтировать не нужно. Спустя сутки в подъезде произошло еще одно обрушение. Снова потолок. В управляющей компании обещают, ремонт сделают. Установят в подъезде новые перекрытия. И даже подлатают кровлю. Но предупреждают, это временные меры. Чтобы дом простоял дольше, жильцам нужно собирать средства на капремонт.